Примерно пару месяцев я хожу с разными Android девайсами, как с основными, и после нескольких лет с айфонами это испытание. Первый месяц я неразлучно носил в кармане Google Pixel, о котором еще расскажу в будущем. Вторым аппаратом стал китайц OnePlus 3. Все его нахваливают и решил проверить почему. Всем привет, это Droid.ru, с вами Валерий Истишев. У меня в руках смартфон OnePlus 3, и это не совсем его обзор, а скорее я поделюсь своими впечатлениями от этого аппарата и расскажу о тех мелочах, о которых наверняка многие не знают. Почему не обзор, да потому что появилась уже следующая версия этого аппарата, которая называется OnePlus 3T. И для того, чтобы обзор OnePlus 3T появился у нас на сайте, ставьте этому ролику лайк, если наберется 15 тысяч, мы обязательно его снимем. Ну, конечно, можете сначала досмотреть до конца. Уж простите меня, что в очередной раз выпрашиваю ваши лайки, но как же еще понять, что вы действительно хотите увидеть обзор того или иного гаджета у нас на канале. После Pixel я думал, ни один Android смартфон не сможет мне понравиться. Во всяком случае, в этом году, но OnePlus 3 меня приятно удивил. И прежде всего, своими отдельными фишками и несвойственным китайцам вниманием к мелочам. Им в основном я и посвящу свой рассказ. Но для начала все же немного о гаджете. Экран 5,5 дюймов, AMOLED, Full HD, достаточно большой, но не слишком. В руке лежит не хуже маленького пикселя, возможно, за счет толщины всего 7,4 миллиметра. Внутри Snapdragon 826 гигов оперативки и 64 гигабайта внутренней. За счет чего смарт очень быстрый, кстати, он еще и двухсимочный. Батарейка 3000 мАч и по времени жизни на день мне хватало, учитывая мое гиперактивное использование. Еще имеется своя технология быстрой зарядки. В общем, дальше об интересных мелочах. И первая интересность, это дополнительный элемент на корпусе, а именно вот этот переключатель. Почти как у айфона, но не совсем. Он, в отличие от того, что у яблок, трехпозиционный, то есть не только отключает звук, но есть режим только приоритетное оповещение, если оставить его посередине. Очень удобная штука и после айфонов, мне ее ой как не хватало у того же пикселя. Кнопка включения справа, если смотреть лицом, кроме нее ничего нет, не промажешь. Зарядка USB Type-C, в общем, переключатель это был номер раз. Дальше по системе. Работает OnePlus 3 на шестом Android, поверх стоит Oxygen OS 3.2. А, и это, наверное, первая оболочка, которая у меня не вызвала отторжения. По сути, она называется кислород. И она действительно невидима, как и этот газ. По сути, перед вами чистый ванильный Android, но с некоторыми именно полезными дополнениями. Например, шторку уведомлений можно вызвать вот таким жестом с середины экрана. Ведь до верха не дотянешься одной рукой. Очень правильная и удобная штука. Двойные нажатия или удержания на сенсорные кнопки или кнопку Home можно устанавливать в настройках. Можно их даже менять местами. Этой фишкой никого на Android не удивишь, но приятно, когда она от производителя. Есть карманный режим, который защищает от случайных нажатий, если закрыть датчик сверху. Мелочь, но опять же приятно, что производитель об этом подумал. Жесты. Многие компании ими баловались, но почему-то именно тут я ими начал пользоваться. Правда, всего одним. Рисуя букву V на экране, загорается фонарик. В настройках есть еще парочка-тройка. Разблокировка двойным тапом, камера по букве О и что-то еще. Но они мне не понадобились. Ну а из не самых полезных фишек, которыми я не пользовался, это вот это вот боковое меню. Я сюда, если честно, особо ни разу не заходил, но, возможно, кому-то это понравится. Но в настройках, если что, ее можно отключить. И, наверное, последнее из приятных мелочей. В настройках я отыскал темную тему. То, что ждали от iOS. Кстати, если вспомнить, раньше Android был именно темным. В общем, это здорово для OLED-экранов. Так они меньше едят батарею. Отдельным плюсом этого аппарата считаю его OLED-экран. Раньше мне казалось, что все эти OLED-амоледы идут с какими-то цветами вырви глаз кислотными. Это меня жутко бесило. Как оказалось, это просто Samsung и другие корейцы такие молодцы. На OnePlus 3 цвета нормальные. Кроме того, в инструментах разработчиков можно врубить профиль sRGB. И тогда просто кайф фотки обрабатывать. Правильные цвета – это здорово. Еще в настройках можно менять температуру экрана. Двойное нажатие на кнопку питания вызывает камеру, прям как у пикселя. Также я поставил ее запуск по двойному нажатию на кнопку Home. Камера тут на 16 мегапикселей от Sony. Основная с быстрым фазовым автофокусом, диафрагмой 2.0 и оптической стабилизацией. Снимает очень неплохо на уровне текущих флагманов. Авто HDR видео, чего так не хватает айфону. Фронталка на 8 мегапикселей с диафрагмой 2. Тоже хороша, но мне не понравилось, что слишком большой угол обзора. Все-таки уже идут искажения. Последний – это отпечаток пальца. Он тут находится спереди, как у айфона, вместо кнопки «Дом». И при этом эта кнопка тоже не нажимается. Конечно, внутри нет Taptic Engine, и вместо него отрабатывает обычная вибра. Но она неплохая и ненапрягучая, как бывает в некоторых аппаратах. Сенсор срабатывает быстро. И, что ни говорите, это удобнее, чем тянуться на заднюю крышку пальцем. Еще есть жест, когда тянешь палец вверх от кнопки «Home» и запускается поиск. На удержание – Google Now and Tab. На этом все о приятных мелочах OnePlus 3. И да, я ничего не сказал о недостатках, а они все-таки есть. И первый такой полнедостаток – это отсутствие влагозащиты у данного смартфона. Все-таки сейчас у всех флагманов она есть. Второй недостаток более существенный. Здесь нет слота для microSD-карты. И учитывая то, что модель всего одна, но еще есть моделька помладше, ну, то есть топовая модель на 64 гигабайта, и вы не можете добавить сюда память. Это, конечно, плохо. Ну и третьим недостатком многие считают батарею. С этим я не соглашусь. Батарея здесь живет нормально для такого мощного аппарата. Возможно, это было исправлено с некоторыми обновлениями. Вывод. Пока это лучший китайский Android-смартфон, который мне попадался в руки. Не зря его кличут убийцей флагманов. Видно, что он сделан с вниманием к мелочам, чего так не хватает многим производителям. И, к тому же, цена на маркете от 26 до 30 тысяч рублей. Видимо, этим он тоже убивает. Это был смартфон OnePlus 3 на Droider. С вами был Валерий Истышев. Как я уже говорил в начале ролика, ставьте этому ролику лайк. Если наберется 15 тысяч, то мы где-нибудь раздобудем OnePlus 3T и снимем на него отдельный обзор. И еще не забывайте подписываться на наш канал. У нас тут будет много всего интересного. Сравнение камер пикселя и айфона. Мои впечатления от пикселя. Ну и еще много всего. Мы стараемся делать сейчас как можно больше роликов. Так что подписывайтесь обязательно. Ну и кроме того, не забывайте, что у нас есть группы в различных соцсетях. Есть еще сайт droider.ru. Все информации есть в описании. И до встречи в будущем.